В мою голову пришла просто конченая идея, нет, я мать твою серьезно, это самое дурацкое и дебильное, что я когда-либо вырыгивал, приготовься. А что, если написать книгу о том, как простого парня из кривого рога кусает радиоактивная креветка, а у того впоследствии отрастает горб лапки, и у него появляется способность быть охуительно вкусным стереяки соусом. Ладно, я напиздел, эта идея на самом деле просто гениальна, а дурацкая идея состоит в том, чтобы сравнить по силе двух персонажей, Наруто и Басруто. Но дабы все было по-честному и в рамках какой-никакой логики, мы возьмем силу Насруто до того, как он стал имбой, то бишь в форме шкета, и столкнем его с Баруто. Овк тоже в форме шкета, так как в более прокаченной форме Наруто на изи размажет Баруто, а о прокаченном форме Баруто толком ничего неизвестно, так что это решение самое логичное. Короче, давай, спортсмен, бери кровать, зови свою мать и погнали. Сука! Начнем, пожалуй, с обилок Наруто. Наш Наруто из прошлого будет обладать следующими скиллами. Самым простым рассенганом, теневым клонированием, техникой призыва и техникой, сука, включать, блядь, режим имбы! Да, сука, у Наруто из прошлого было значительное преимущество над Баруто настоящим. Внутри него всегда, сука, сидела девятихвостая читерная поебень с бесконечными галлонами чакры, Умберха, ПТСным регеном и просто мозговыносящим апом всех статов и обилок. Тут вам и скорость полета, как у спермы, и сверхчеловеческая сила, и удлиняющиеся руки-крюки! Ха! А спонсор этого показа... Руки-крюки. Когда не знаешь, как пошутить, шути как долбоёб. Интересно, что же такой машине-убийц сможет противопоставить нас Руто на минималках? Да, на самом деле не всё так плохо. Баруто, хоть и ебучий профан, ответную пиздюлину отвесить способен. Он также, как и Наруто, обладает рядом интересных обилок, которые мы сейчас с вами разберём. Да, да, давайте разберём. Вот значит, есть Баруто, а у него есть руки, целых две. Он этими руками может кастовать разных форм Росенганы, также владеет техникой призыва, ещё некоторыми техниками Футона и Райтона. А ещё у него есть глаз, а он такой светится, блэм, блэм, а оттуда искры, паф, паф! А ну-ка, стоп. Ты кто нахуй такой? А, я Саша. Просто Саша. Саша, какого хера у тебя мой голос? Слишком много напряжения, ебал тебя в рот. Подписывайтесь на мой канал, там есть ролик по Баруто, ссылка в описании. Пока. В общем, Баруто обладает рядом нехилых обилок. Как уже сказал Санёк, там вам и Росенган, и сюрикены, которые он может зарядить Райтоном. А это уже какое-никакое преимущество в дальнем бою. И лайтовые техники ветра тоже есть. Например, с помощью одной из них он может ускорять своё тело. А это уже плюсик. Также техника теневого клонирования, и техника, которая позволяет ему поплёвывать мощную струю воды изо рта. Чё, блядь? А, ладно, неплохо, но выглядит пиздец как тупо. Это вам не огнём плеваться, да, Саски? А, кстати, в next видосе я бы с удовольствием сравнил малого Саски и Сараду. Если хотите такого говна, то пишите в комментариях. Саски, вернись к аноху! Ну или лайк поставьте, кол впадлу комент писать. ХОЛЬ ОЗМЁШЬСЯ! Лайк ставь, пожалуйста. У Баруто также есть Жаган, который в битве с Наруто вряд ли сыграет важную роль. Разве что он сможет заметить изменения в чакре Наруто, когда тот вздумает врубить щиты. Но даже если он это заметит, никуда он уже, блядь, не денется. Короче, давайте уже моделировать пыздулку. Наруто, будучи гениальным стратегом и тактиком, сразу наплодит обор дохуя клонов. Баруто такой, нани, а Наруто такой, тебе пизда. Господин сынуля, лови звездюлину. Баруто, будучи не конченным идиотом, сразу займёт стратегически выгодную позицию. Создаст трёх клонов и будет откидываться от бати Кунаймы с заряженными молниями, дабы быстро нивелировать подавляющий натиск соперника. Наруто такой, ах ты сука, создаёт ещё больше клонов, вот прям дохуя. Баруто уже в шоке, сидит, бжим-жик, давай разнообразим. Баруто врубает обилку водного дзюцу и струя под давлением разрубает пачки клонов. Из клубов дыма от убийства клона вылетает настоящий Наруто с уже готовым рассынганом. Баруто на реакции успевает применить технику футона, хлопает в ладоши и отпрасывает Наруто в сторону. Сам попутно отлетев назад, Баруто понимает, что пиздюлина почти его настигла. И чтобы не обосраться, подрубает Джоу Ган, дабы видеть сквозь дым и не попадаться на подобные уловки. Наруто грызёт свой палец, призывает огромную, как мой хуй, жабу и пытается массой задавить соперника. Баруто такой, ну всё, я зло использую технику футона и ускоряет свои тела, дабы сблизиться на близкую дистанцию с Наруто, так как огромная, блядь, жаба блокирует кунаи своим рылом. Забравшись на жабу, начинается схватка. Наруто получает нехилый пиздон с ноги, ибо в Тайдзюцу послабее Баруто, а Баруто втыкает кунаев в шею Нарути. Но тут бум, замена, Баруто смотрит наверх и видит летящего сверху Наруто с клонным кастующим Росенган. Баруто тоже начинает кастовать Росенган, но твою мать! Росенган исчезает из рук, и Баруто, устремившись в сторону Нарути. Наруто орёт с ровном, мол, чё за дан, уже это был Росенган. До столкновения с Наруто получает полную пиздюль, но от воздушного Росенгана получает нехилый урон и летит прямо вниз с огромной высоты. Не успев упасть в нём, пробуждается Курама, из него вырастает рука, состоящая из плотной чакры, и до рука хватается заветку дерева, и по принципу рогатки запускает Наруто обратно наебало жабе, на которой, собственно, стоит Баруто. Баруто пытается мансить, но, сори, Наруто уже с щитами догоняет ублюдка, и мощным ударом руки из чакры отбрасывает его назад. Баруто отлетел так далеко, что уже не видит, где находится Баруто. Опять подрубает Джоу Ган, видит следы чакры, видит, как Наруто, со всех четырёх лап и ног чится давать ему пизды. Баруто создаёт клона, вместе они кастуют Большой Росенган, ускоряют свои дела фотоном и летят прямо навстречу Наруто. Наруто кастует свой Бермиллион Росенган и встречает Адама Росенган Баруто. Пиздец! Оба лежат ободранные в крови, но Наруто встает и имеют огромный хепериген и сука хвостатого. Да, это, блять, нечестно, но я и не говорил, что всё будет справедливо. Итак, что мы вынесли из этого видео? Какой урок мы усвоили? А стоило ли? Стоило ли вообще срать мимо унитаза? Блять, вы, наверное, спросите, а что это вообще была за хуйня? А может, реально не стоило? Но, извините, стоило, мне просто стало интересно, что будет, если сравнить Наруто и Баруто. Вот я и решил пофантазировать. А вы такие, типа, ну, ладно, фантазируем, мы посмотрим. На этом видос, собственно, да и закончился. Блять, я уже заебался. Если хотите Сараду против Саски, то давайте, чуваки, пишите комменты, Саски вернись к Каноху, ставьте лайк, делитесь видео в соцсетях, если вы вообще отбитый Наруто Даун, а также не забудьте на паблик ВКонтакте подписаться, и на канал Сани тоже не подпишитесь, ссылка будет в описании. В общем, побольше вам раменов в желудок, я съебал. Субтитры сделал DimaTorzok